Украина погрузилась в траур. Крымский мост, который строили почти 4 года, теперь официально открыт, первым по нему проехал президент России Владимир Путин. Произошедшее стало шоком для многих граждан незалежной, ведь всевозможные украинские эксперты, специалисты или даже чиновники все как один утверждали, что мост построить невозможно. Теперь же сказка стала явью, а Киеву предстоит распрощаться со своими иллюзиями на тему возвращения полуострова, первыми заголосили украинские СМИ. Так ТСН выпустил материал с желчным заголовком «Путин открыл движение по мосту к коннексированному Крыму». В статье «Полный сборник нелепых пропагандистских штампов Киева», включая «россиянок-купантов» не отстают и читатели издания «Крым» большинству жителей России нафиг не нужен. Что с мостом, что без? Пишут они в комментариях. Не отстают от своих коллег и в Униане. Строительство транспортного перехода осуществляется с грубым нарушением правил экологической безопасности, что вредит экосистеме Азовского моря, что повлекло за собой экологическое загрязнение значительной территории Украины, приводит издание слова представителя фейкового ведомства. Интереснее всего сейчас на сайте другой украинской интернет-газеты «Обозревателл.ком» Издание, повторяя привычные и уже давно всем надоевшие тезис об аннексии и оккупантах, вспоминала некоего Тараса Черновила, которого назвала «политическим аналитиком». Суть его пассажей в отношении Крымского моста проста, он принесет Москве огромные убытки, а потом и вовсе рухнет, вот такая мощная аналитика, а в комментариях еще веселее. Триумф воров, здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. Рэд пишет, пользователь Александер Василжев, давай русская рванина, выкидывай бабло, вторит ему Андрей Охрименко. Вакханалию злобы и ненависти продолжает комментатор под ником Дарвин Маграл, нарисованный Путин на нарисованном Камазе, проехал по нарисованному мосту. Простоит год максимум, размышляет Андрей Коваленко, удивительно, но среди этого моря безумия нашлись и здравый комментарий. Окупанты, ворвавшись в Крым-Пудло, принялись строить аэропорты, мосты и дороги, отметил Дмитрий Сергеев. Комментариями разной степени абсурда украинские интернет-пользователи заполнили и Твиттер. Крымский мост войдет в учебники по мостостроению и инженерной геологии, таких тупых инженерных решений в 21 веке еще не было, утверждает пользователь ZELA XUXMA. В свою очередь, крымский бандеровец, известный своей неадекватностью даже среди украинцев, заявил, что простых людей на открытие моста якобы не пустили, одни блогеры и агенты. Другие понадеялись, что мост развалится после проезда президента России, а третий львов все пожелали ударить по дороге ракетой «Тамагак». Нашлись и те, кто принялся оскорблять жителей Керчи, которые пришли на концерт по случаю открытия Крымского моста. Людей называли «ватниками» и «катсапами». Напомним, во вторник, 15 мая, президент России Владимир Путин принял участие в открытии Крымского моста. Он пообщался с рабочими инженерами и руководителями отрасли, проверил готовность единого центра управления дорожным движением. Глава государства сел за руль КамАЗа и одним из первых проехал по новой дороге. Крымский мост сдан досрочно, 16 мая по нему открывается автодорожное движение. ПИК.ТВИТЕР.КОМ КАСАЯ ЧЕРТА БИВИ ПЯТЮАК СТУШК ПРАВДИВАЯ ПРАВДА СОБАКА ПРАВДИВА НИЖНИЕ ПОДЧЕРКИВНЕ ПРАВДА 14 мая 2018 года. ПОЕХАЛИ ПУТИН ОТКРЫЛ КРЫМСКИЙ МОСТ ПРОЕХАВ ПО НЕМУ НА ГРУЗОВИКЕ ПИК.ТВИТЕР.КОМ КАСАЯ ЧЕРТА 5Х8 ДИП КЭСФЕЛЬ АКТУАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОБАКА КЕРЕНТ НИЖНИЕ ПОДЧЕРКИВНЕ ПОЛИСИ 15 мая 2018 года. ПОЛНОЦЕННОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ ОТКРОЕТСЯ УТРОМ 16 МАЯ, А ПОЕЗДА ПОЙДУТ ПО НЕМУ В КОНЦЕ 2019 ГОДА. Управлять движением транспорта будут десятки датчиков, радаров, камеры, табло. Таким образом, дорога через Киарчинский пролив станет самой умной в регионе, с нетерпением жду всех в гости, соблюдайте правила и хорошей вам дороги. Продолжение следует...